Историко-архитектурно-музейный комплекс Улайманто был создан в 1982 году. Тогда территория комплекса составляла 134 гектара, 79 из которых вокруг горы. С тех пор немалая часть этих земель непонятным образом оказалась в частных руках, где-то даже возвели недвижимость. Однако администрация музея не могла подать в суд на мнимых хозяев этих объектов. У музея, как выяснилось, не было красной книги. 25 марта этого года, согласно постановлению правительства, эти земли являются собственностью комплекса. Раньше на документы этой территории комплекса не имели правообладания ни мэрия города Ош, ни сам музей. Теперь, когда музей стал законным владельцем этих земель, судебные разбирательства будут идти быстрее, и мы добьемся положительных результатов в пользу государства. До этого из-за отсутствия документов мы могли вернуть лишь небольшие земли, а с крупными объектами проигрывали. Напомним, до этого была снесена только одна Чайхана, Айдарата, расположенная прямо у подножия горы. Находящийся по соседству с ним другое кафе, Ордо, должна ждать та же участь. А территория, на которой она возведена, возвращена в собственность комплекса, говорят в администрации музея. На территории Сулаймон-Тоо построены более 500 объектов недвижимости. Из них 63 были возведены незаконно, или же нарушая требования и нормы музейного комплекса. До этого музей не имел «Красной книги». Теперь у них есть документ, подтверждающий их права, на основании которого они могут подавать в суд. Сейчас идут процессы по искам с четырьмя коммерческими объектами. Помимо незаконных построек, есть и арендаторы, которые когда-то непонятным образом взяли землю в аренду на длительный срок, после чего возвели там кафе. Высота зданий по закону не должна превышать 7 метров, но не все соблюдают эти требования. Например, кафе, Учтал, Аль-Маида и другие намного превышают указанную норму по высоте. «Например, это заведение должно было быть одноэтажным. Как видите, все, что выше, незаконно. Поэтому мы обращаемся к администрации заведения и требуем, чтобы они снесли второй этаж». Все строения близ Сулайман-горы сегодня проверили представители мэрии в рамках специального рейда. По его итогам было решено создать рабочую группу, которая также подключится к борьбе с незаконными застройщиками. Многим из них уже в ближайшее время придет повестка в суд.